В Севастополе займутся поиском инвестора для строительства оптового распределительного центра. Такое поручение правительству города дал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Это одна из задач, поставленных перед регионом президентом России Владимиром Путиным на совещании в Ялте. Единственный реально действующий механизм все-таки взять под контроль цены на продукты в Севастополе. Поэтому надо активизировать эту работу по поиску партнера. Ну и соответственно еще раз посмотреть все площадки в порту. То, что мы с Денисом Анатольевичем обсуждали, надо посмотреть будет. И как можно быстрее, пока эта возможность есть и принято такое решение, соответствующего партнера для Севастополя найти. Еще одна задача, поставленная главой государства перед городом – ускорить лицензирование медицинских учреждений. Все, что у нас, по крайней мере, по комплекту оборудования и по другим вопросам подходит – отлицензировать. То есть это не значит, что мы должны просто показухой заниматься. Но тем не менее лицензирование – это все равно накладывает дополнительную ответственность на качество услуг. Поэтому еще раз смотрим, как только поступает оборудование, не дожидаемся, когда уже картинка будет блестящей, начинаем лицензировать. Как только будут отлицензированы все государственные больницы, город приступит к этой же работе в отношении частных поликлиник, заявил Михаил Развожаев. Кроме того, отдельное внимание власти намерены уделить обеспечению жильем украинских военнослужащих. Глава Севастополя поручил актуализировать списки всех, кто стоит в очереди на жилье. Завершить процедуру выдачи квартир планируют к 2024 году. Упомянули в правительстве города и о необходимости нового законопроекта, содержащего нормы, которые позволяли бы самостоятельно определять поставщиков. На нас накладывает дополнительную ответственность постройки, но и дает возможность все-таки подтянуть реализацию ФЦП. Поэтому, Владимир Владимирович, еще раз тогда прям мы эту работу уже начали. Во-первых, надо будет по строительному комплексу смотреть квалифицированных подрядчиков, как бы такую для себя предквалификацию проводить изначальную, понимать, какие у нас объекты в этом году. Продолжение следует...